Привет, ребята, с вами Даша, вы поедете на канал, и я уже на данный момент записываю третье видео подряд, поэтому мой ужин это смузи. Но сегодня не о смузи, а кулинарные записки я собираюсь вам снять, но еще не успела. Сегодня мы о покупках. И сегодняшнее видео для меня очень долгожданное, потому что я так давно собиралась сделать заказ с этого сайта, но никак у меня не доходили руки и средства до него, но пока они у меня доходили, корзина копилась. И корзина накопилась такая большая, что этот холл я буду делить на два видео, потому что заказ мой был больше меня ростом. Очень-очень много новых классных вещей, которыми я безумно хочу с вами поделиться. Даже и не знаю, честно говоря, с чего именно начать, потому что здесь рядом со мной лежит очень много классных вещей. Здесь есть и топы, и брюки, и шорты, и обувь, и сумка. Во-первых, начнем с того, что это за магазин. Магазин называется The Outnet. Если вы еще с ним не знакомы, то вы просто обязаны с ним познакомиться, потому что это вот такой сайт. Что такое The Outnet? The Outnet это по большому счету аутлет сайта Net-a-Porter. Net-a-Porter это самый большой в мире мультибренд брендовых, люксовых вещей. А The Outnet это его аутлет, то есть вещи со скидкой, которые не были распроданы на Net-a-Porter, они кочуют в The Outnet. То есть на сайте The Outnet всегда скидки. Там скидки круглый год. Когда вы туда не зашли, вы там найдете крутые, люксовые, брендовые вещи со скидками. И предвещая мои первые вещи, которые я буду показывать, я вам скажу, что моя любовь к шелку прогрессирует просто семимильными шагами. Я вам в одном из последних видео с покупками уже рассказывала, что я просто влюбилась всей душой в материал шелк. И что я стараюсь сейчас свой базовый гардероб, свой костяк гардероба построить на шелковых вещах. И, конечно, я не смогла обойти стороной шелковые топы со скидкой. Крутые шелковые топы, свободные, красивейших сложных цветов. Также хочу заметить, что оба этих топа фирмы Iris & Ink. Вы эту фирму не найдете на Net-a-Porter, потому что это дочерняя фирма The Outnet. Ну и дочерняя фирма Net-a-Porter в том числе. То есть, сами создатели сайта создали свой бренд. И они делают нечто наподобие люксовых вещей, дорогих, не уступающих вообще по качеству, с очень крутыми минималистичными дизайнами. Но в несколько раз дешевле, чем это было от Yves Saint Laurent или Dolce & Gabbana. Поэтому я как минимум вам советую зайти на сайт Net-a-Porter и посмотреть вещи Iris & Ink. У меня с ними любовь давнишняя, уже очень много лет. У меня есть эти вещи, и я их ношу, и сейчас я продолжила их покупать. Начнем с вещей. Первые две вещи — это два шелковых топа. Они абсолютно идентичные. Оба Iris & Ink в размере 8 UK. Один в таком красивом кирпичном цвете, который очень сочетается с моим диваном, кстати. И второй в таком сложном серомятном, что ли. То есть спокойный, мятный, приглушенный, немножко заселенный цвет. Я их планирую носить с чем угодно, вот серьезно. И под заправку, и на выпуск, и с поясом сверху, и еще с одной штукой сверху, которую я вам покажу потом еще в этом хоуле. Собираюсь носить как с джинсами скини, как наподобие тех, которые на мне сейчас надеты, так и с широкими брюками. Это настолько многофункциональные вещи. Плюс, да, я не упомянула, они оба стопроцентно шелковые. Они очень классные. Материал, ну, шелк не может быть неприятным, понятно, материал безумно приятный. Они широкие, свободные, достаточно длинные. По бокам у них разрезы у обоих. И в этом разрезе виднеется второй слой шелка этого же самого топа. То есть, их можно так обыгрывать, их можно так красиво сочетать. То есть, здесь для фантазии просто бескрайние просторы с этими топами. Если вдруг они еще есть в наличии, там еще были какие-то цвета, по-моему, то я бы вам посоветовала на них просто накинуться, если у вас сейчас есть возможность и какая-то лишняя или запрятанная сумма денег на базовый гардероб, который вы можете позволить себе потратить. Но они действительно стоят того, чтобы быть купольными. Это проте, кстати, доставляет по всему миру, если вдруг вы зададитесь таким вопросом. Раз уж я рассказываю про этот аутфит, потому что несколько вещей из этого хоула у меня сложились в один единый красивый аутфит. Супер стильный. Я планирую его полностью брать с собой в Америку сейчас, вот когда мы в июне поедем в Калифорнию. Обязательно буду там так щеголять. Итак, здесь тоже маленькая предыстория про вещи. Это кюлоты, брюки фирмы Stella Jean. Впервые я познакомилась с этим брендом, когда на неделе моды в Милане я была на показе этого бренда. Я влюбилась в каждую вещь, в каждую модель, которая прошла по подиуму. Я с открытым ртом на них смотрела. Когда я потом посмотрела цены на вещи в интернете, я ужаснулась. И решила, что, наверное, пока я не доросла до таких сумм. Но, когда я случайно на The Outnate увидела, что там есть Stella Jean со скидкой, но я не смогла удержаться и хотя бы одной вещи от этого бренда себе не позволить. Потому что я так давно им болею, но у меня до сих пор нет ни одной вещи. И когда вы видите вот эти шаровары, эти кюлоты с этим нереальным принтом, то как можно устоять? Они настолько летние, они настолько легкие, мягкие. Их можно настолько по-разному обыгрывать. Их можно обыгрывать с открытым каким-то топом, с открытой спиной. Они, кстати, на высокой талии. Их можно обыгрывать с широким топом, как, допустим, шелковый топ кирпичный. Он идеально сочетается с этими брюками. Я поверх его мерила, наверняка сейчас по экрану где-нибудь идет примерка. Вот эти кюлоты с шелковым топом. И поверх еще одна вещь, которую я вам скоро покажу. Сами сочетания цветов, фактур, линий, рисунков. Все сделано настолько идеально, что лучше я, наверное, не смогла бы придумать, если бы даже очень сильно захотела. Теперь я счастливая обладательница вещи от Stella Jean. И если вы не знакомы с этим брендом, обязательно пройдите по ссылке. Ссылки, кстати, на все вещи я, как всегда, оставляю под видео. И перейдите по ссылке на этот бренд и посмотрите, какие сумасшедшие принты, какие нереальные сочетания цветов. Этот бренд это все о форме, цвете и сочетании принтов. Они гении. Вот ребята, которые это придумывают, они просто гении. И теперь, тадададам! Я думала, я этим не заболею никогда. Я смотрела с опаской на сумки, которые носят на талии. Поясные сумки они называются. Я смотрела на самом деле с опаской. Я думаю, ну блин, ну мне это не надо, ну зачем оно мне нужно? Пока я не увидела ее на сайте The Outnet со скидкой 50%. Она идеальная. Она идеальная. И она не такая дорогая, как та же самая Хлоя, на которую мне не хотелось так растрачиваться, на такую сумку, которую я еще не поняла, буду я много носить или немного. Поэтому я представляю вашему вниманию сумочку от фирмы, которую я вижу. На самом деле, эту фирму первый раз в жизни. Это Vanessa Seward. Если вы знаете, что это, отпишитесь мне, потому что я в первый раз столкнулась с этим брендом. Но это не умаляет ее красоты, ее качество, сборки, сделки и всего на свете. Это рыжая, рыжо-коричневая, я бы сказала, такая сумка на пояс. Она сделана, в нее встроен практически ремень такого же цвета. Ремень можно вынуть и носить отдельно. То есть это ремень на талию. Тут много разных дырочек, и он может становиться как ремнем на талию, так и пониже. Также количество дырочек очень поможет зимой, чтобы носить поверх длинных джемперов также эту сумочку. Она такая милая, она такая крутая. Она на магнитике. Вот эти завязки, они ни о чем, они просто декоративные. Она на магните, открывается. Внутри она выполнена из ткани темной. Есть маленький один кармашек, но без замочка. Самое главное, что для меня было, в чем я была не уверена, влезет ли туда айфон. Потому что, по большому счету, с чем я выхожу из дома, если мне нужно куда-то бегать? Это помада, айфон, кредитки, ключи. Все, больше ничего у меня с собой нет. Сюда все это помещается. Так что это сумка идеального размера, если вы куда-то бежите, торопитесь, да и просто, чтобы сделать ваш аутфит более необычным. Итак, эту сумку, первое, что я сделала, конечно, я померила с этим аутфитом, с брюками Stella Jean и с шелковым топом. То есть, я надела шелковый топ поверх брюк и на поясе повязала сумку. И сейчас, конечно же, я вам покажу, как все это смотрится, потому что это смотрится слишком, слишком стильно. Я так подумала, когда я первый раз себя увидела в зеркале, что это смотрится, ну, слишком круто. Прям вот, чтобы так на одном сайте подобрать такой обалденный аутфит, ребят, пользуйтесь, берите и повторяйте. Ну и, наконец, заключительный аккорд этого аутфита, это, конечно, обувь. Обувь я тоже купила новую, тоже перед поездкой в США, потому что, если вы смотрели мои влоги из прошлого года, из наших поездок по Калифорнии на машине, я очень часто ходила в таких босоножках-исподрильках на платформе Flatforms. То есть, платформа не как каблук, без подъема, а платформа примерно одной высоты. Они были черные, кожаные и снизу, как из подрильки сделанные, куплены были на сайте Asos. Но дело в том, что они немножко у меня подозносились, и я хотела, так как я поняла, что это тот тип обуви, которые я ношу очень много, я решила купить что-то более дорогое, в том же стиле, похожее на них, но что-то более крутое. И таким образом, на сайте The Outnet я наткнулась на фирму Paloma Barcello. А первый раз в жизни вижу эту фирму, точнее, видела, когда я первый раз увидела на сайте The Outnet, но не смогла не влюбиться, и я купила, сразу вам скажу, больше, чем одну пару этой фирмы обуви. Она слишком крутая, прям слишком крутая, честно. И цены получаются довольно-таки бюджетные для люксового бренда. Давайте покажу обувь. Я считаю, что для обуви на платформе это произведение искусства. Платформа сделана из плетеного чего-то. Я думаю, это то же самое, что используют в плетеной мебели. Такие тонкие прутики, которые идеально сплетены вот в эту платформу. Плюс посередине идет кожаная вставка, то есть такая полоска черной кожи. Сзади идет значок бренда на золотой вставке, и сами они полностью черной кожаные, с лентой по щиколотке и золотой пряжкой. Пряжка тоже вся обтянута черной кожей. Они смотрятся фантастически на ноги, они прибавляют рост, удлиняют ноги. Плюс они удобные, то есть в них можно ходить спокойно целый день. Особенно если вы в путешествии, это очень важно, чтобы... И ножки, конечно, хочется, чтобы подлиннее смотрелись, и чтобы было удобно в них бегать. Так что это мои будут новые беговые, поездочные, туристические, скажем так, босоножки. И, конечно же, такой цвет, форма и все остальное очень подойдет ко всему моему гардеробу. Сложно подумать, с какой бы одеждой тревел это бы у меня не сочеталось. И с платьишками, и с кожными шортами, и с брюками, и с чем-то более вечерним. Они будут прям палочкой моей выручалочкой. Следующая вещь, она тоже куплена после определенной пробы пера, назовем так. Это такой комбинезончик, который носится поверх купальника. Но этот настолько крутой, что его можно носить и как городской, но об этом позже. В прошлом году, если вы смотрели мои влоги из Италии, да откуда угодно, где я ходила на пляж, на мне очень часто был белый такой а-ля комбинезончик, Ромперс по-английски, по-английски он называется, от Victoria's Secret с весюлечками, с такими, с кисточками. И я его затаскала, я даже не представляла, что он будет мне настолько нужный и важный во всех поездках, во всех походах на пляж. Он удобный, его накинул и пошел, и не нужно ни о чем заморачиваться. И я поняла, что мне нужен, конечно, еще один. И я люблю очень, когда вещь протестирована более дешевой версией, купить что-то более дорогое в таком же стиле, когда я уже знаю точно, что я это буду носить много, что это войдет в мою базу определенную. Так, я нашла на сайте The Outnet такой коралловый комбинезончик от фирмы Иру. Он у меня в размере 36, там есть такой же белый, но я подумала, блин, ну невозможно же так, ну зачем же мне второй белый? Victoria's Secret мой, он все еще живой, поэтому я решила взять другого цвета, а коралловый я всегда любила, да и губы я люблю летом коралловым красить, так что он мне в тему очень даже. Он спереди на пуговичках, обтянутых той же тканью, из которой сделан сам комбинезончик, плюс на нем есть такие перфорации, обшитые нитками, есть какие-то шнуровки, все сделано в тон, то есть весь комбинезон выполнен в одном цвете. Он идет на двух бретельках с треугольным таким вырезом и сзади это все собирается в одну полосочку, то есть как бы борцовка, но из тоненьких веревочек. По талии также есть и семочка, которая затягивается и показывает чуть-чуть вашу талию, потому что он, конечно, такой свободненький, но он для этого и сделан, чтобы в нем было комфортно. Он не сделан для того, чтобы обтянуть фигуру и куда-то идти щеголять. Это удобная такая вещь, причем этот комбинезон, как я уже сказала, может стать городским комбинезоном, его не обязательно носить только на купальник, потому что он гораздо более закрытый, чем мой от Victoria's Secret, который можно носить только на купальник за счет очень высоких вырезов по шортикам и за счет очень глубокого выреза на груди. Этот же очень хорошо все прикрывает и может стать в безумную какую-то жару и городской тоже вещью, только обязательно дополните его, например, шляпой и крупными очками, чтобы вы не смотрелись настолько раздета, что ли. Но от всей души могу вам его советовать, точно есть еще белый и черный, прям отчетливо помню, но для себя я выбрала коралловый, очень люблю этот цвет. Также, думая про этот комбинезончик, мной была приобретена еще одна пара обуви той же фирмы Paloma Barcello. Это тапочки. Опять же, такой тип обуви, он находится на пике уже года два, наверное, но я все как-то к нему не могла прочувствоваться, что ли. Мне хотелось, чтобы оно было чуть более утонченное и обязательно белого цвета, и чтобы перемычки были кожаные. Плюс моя нескончаемая любовь к модели обуви из подрильи, тут все сошлось в одной паре. У них подошва такая соломенная, как из подрильки, внутри они наполовину соломенные, наполовину кожаные, и верх полностью и выполнен из белой кожи, плюс удобнейшая вещь для обладателей широкой ноги, например. Здесь три дырочки у каждой застежки, то есть если у вас узкая ножка, то вы можете застегнуть на первую и сжать по объему обувь. А если у вас широкая или вы просто любите, как в тапочках удобно ходить, то можно расстегнуть на первую, как это сделала я. На вторую мне было чуть-чуть туговато, а вот на третьей или на первой, смотря с какой стороны считать, мне очень комфортно. Пряжечки тоже обтянутой кожей, белая, нежная очень кожа, мне в них нравится все. Плюс еще сверху, если на них смотреть, тут маленькие такие золотые кнопочки, шипики. В общем, идеальная пара летней обуви, и когда я их покупала, я думала про этот комбинезон. Я считаю, что вместе они составляют очень стильную пару, сюда добавить соломенную шляпу и какие-то большие темные очки, и все идеально. Аутфит просто сделан. И последнее, о чем мы с вами поговорим в этой части видео, обо всех остальных вещах мы поговорим в следующей части. Там я выделила более элегантные, что ли, вещи, чуть более такие дресси, чуть более на вечер, возможно, с длинным рукавом, или кожаные вещи, или очень крутой жакет. Это все будет во второй части, так что обязательно подпишитесь на канал и не пропустите эту самую вторую часть. Так что давайте заканчивать на этой вещи. Это шорты джинсовые фирмы J-Brand. Вы знаете про мою любовь к фирме Seven for All Mankind. На мне сейчас даже джинсы надеты Seven for All Mankind. К слову о птичках. Фирма Seven for All Mankind есть на сайте Dayoutnet, и вы можете там всегда купить джинсы Seven for All Mankind. Со скидкой чаще всего 30-50 бывает и больше процентов. По размеру, если ориентироваться, я 8 UK на ASUS, и я в Seven for All Mankind 26. Где-то, да, 26. Иногда, если нет 26-го, я беру 27-й. Там разница прям вот минимальная между 26-м и 27-м. Но сейчас у меня Seven for All Mankind, сейчас от J-Brand. J-Brand я люблю с той же силой. Если я выбираю джинсы, какие-то более-менее люксовые, high street, то есть не Zara, не масс-маркет, то я обязательно смотрю на Seven for All Mankind и на J-Brand, потому что это две обалденные фирмы, которые делают деним одежду. У меня уже есть клёш-джинсы фирмы J-Brand, и я их очень люблю и не собираюсь ни продавать, ни дарить ничего. Они в идеальном состоянии, очень хорошо носятся. И на этот раз я нашла себе такие шорты. Я как-то в последнее время, ну не то что стала стесняться, но совсем такие короткие шорты, которые сильно открывают попу. Я их ношу теперь только на пляж, а раньше я могла спокойно их надеть и не только на пляж. Не знаю, возможно как-то что-то там меняется в черепушке. И мне хотелось джинсовые шорты, драные, но чуть подлиннее и с отворотами. Я нигде не могла их найти, это просто беда была какая-то. Но такие, чтобы мне нравились на 100%, чтобы они, как я это люблю говорить, были идеально порваны, так стильно порваны, чтобы были отвороты, как мне нравятся, и фирмы, которые мне нравятся, само собой. Мой выбор пал на эти шорты J-Brand. Я взяла их в 27-м размере, потому что... Нет, 26-й был. Я взяла 27-й, потому что на модели был надет 26-й, и я решила, но я же не такая худая, как она. И взяла 27-й. Но, возможно, я немножко прогадала, я еще не решила. Скорее всего, я закажу себе еще и 26-е, сравню их и решу. А может быть, я так и не буду делать. Что мне в них нравится? Они сидят свободненько. Они чуть-чуть провисают на попе, но и за счет этого они чуть свободнее облегают ноги. Точнее, совсем их не облегают. А когда шорты с отворотом, да еще и не облегают ноги, ваши ноги смотрятся еще страннее, чем они есть на самом деле. Возьмите на заметку. Так что в этих шортах у меня ноги выглядят очень-очень такими тоненькими, как спичечки. Поэтому, возможно, я и не буду брать 26-й и оставлю эти на размер больше. И просто их буду носить, наверное, с ремнем. Я от них просто в восторге. Они идеальны со всех сторон. Мне нравится, как они асимметрично порваны сзади на кармашках, как они более-менее симметрично порваны спереди. И тут такие все эти драности, они сквозные. И, соответственно, это еще и вентиляция, простите, летом. Так что они прекрасны во всех своих проявлениях. Я вам тоже их очень сильно советую. Если вы хотите, чтобы они были потуже, берите свой нормальный размер. Если вы хотите, чтобы они были посвободнее, берите, как я, на размерчик побольше. Осталось записать сегодня еще одно видео, смонтировать еще одно видео. И, возможно, пойти поспать, если успею. Спасибо, ребята, что были со мной. Спасибо, что смотрели это видео. Я очень надеюсь, что вам оно было интересно, полезно. Вы что-то для себя нашли новое. Возможно, что-то, что вы давно хотели купить и не знали где. На этом я буду с вами прощаться. И ждите вторую часть. И обязательно не пропустите ее. И чтобы не пропустить, не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. И поставить лайк этому видео, чтобы я продолжала вам снимать еще больше примерок и своих покупок. Все, на этом я буду прощаться. Пока-пока. С вами была Даша.